Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Внесены изменения в структуру администрации Ленинского городского округа. Я не возражаю поддержать ваши предложения. На 9-м внеочередном заседании Совета депутатов городского округа принято решение, направленное на помощь бизнесу. Сегодня также принято достаточно знаковое решение Советом депутатов в части отмены земельного налога. Неожиданный подарок 75-летию победы получил житель деревни Богданиха Валерий Мосин. Лет 50 я ее не видел, но знал, что она где-то есть. Не мог же отец ее выбросить. И вот она нашлась в таком вот видеоролончике, вот в этом. В муниципалитете завершился процесс административной реформы. На заседании комиссии по вопросам местного самоуправления, бюджеты и налоговые политики обсудили изменения в структуре администрации Ленинского городского округа. Подробности в нашем сюжете. Главный вопрос вынесены на повестку дня заседания комиссии по вопросам местного самоуправления, бюджета и налоговой политики, экономики, нормотворческой деятельности и этики, утверждения структуры администрации Ленинского городского округа. Если Ленинский район делился на поселения, их было семь, то Ленинский городской округ разделили на девять территориальных отделов. Не все они совпали с границами сельских и городских поселений. Предлагаем на рассмотрение депутатов вариант разукрупнения, я, наверное, слово это употреблю, булатниковского поселения на территорию, будем говорить, старого Булатникова и то, что касается Дрожжино, новой застройки. В черте города Видное предлагается создать сразу три отдела. Центральный, курирующий старую застройку, 6-й микрорайон, Купеленко, Завидное и другие новые микрорайоны, расположенные рядом, и Расторгуевскую часть. От депутатов также поступило предложение об укрупнении территориальных единиц. Давайте мы объединим совхоз Ленин и развилку, вообще пролегающуюся к деревне, вводим, как и было раньше, Картинский территориальный округ. Депутат Владимир Градов считает, что объединить территории нужно прежде всего из экономических соображений. К тому же, раньше довольно долгое время совхоз имени Ленина и развилка уже были единой административной единицей. В совхоз Ленина, там чуть более 6 тысяч населения зарегистрировано. Развилка где-то 1014. Понимаете? И если мы еще и там устроим, значит, административную какую-то единицу, введем там или даже не одну, я считаю, это расточительство. Минфин уже предсказывает падение, и мы еще не в самой худшем ситуации по сравнению с другими муниципалитетами. Как управленческие, как экономические, вижу выгоду от вашего предложения, вот что касается там, наверное, социально-политических, возможно, коллеги ваши выскажутся, я не возражаю поддержать ваше предложение. С этим мнением согласны и коллеги по цеху, и активные жители поселка Развилка. 70 лет это было, что был совхоз Ленина, и деревня, и Развилка называлась так. Картинский сельский совет, почтовое отделение совхоз Ленина. Это будет правильное решение, чтобы создать один общий округ. Никак не скажется отрицательно в этом объединении. Единственное, это будет сокращение, естественно, мест чиновников, здесь будет единое руководство. Правильно, нужно соединиться. Это правильно, это не какой-то эксперимент, а это ситуация, сложившаяся уже исторически давно. Депутат Валерий Черников предложил давать территориальным отделам не названия, а номера. Но с ним большинство присутствующих не согласилось. Я думаю, что настолько можно на этот счет заморачиваться, извините за такое слово, потому что мы не дали название поселения, мы все лишь дали название отделам. Поэтому, на мой взгляд, вопрос не настолько уж, в принципе, этому личному не спасли. Окончательные решения были приняты на очередном Совете депутатов Ленинского городского округа. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Девятое внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа прошло в формате видеоконференц-связи. Какие важные решения на нем были приняты, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Во время девятого внеочередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа народным избранникам предстояло принять важные для муниципалитета решения. Первым вопросом повестки дня было утверждение новой структуры административного управления. Теперь в округе появится девять территориальных отделов. В процессе рассмотрения у депутатов вчера возникли предложения по наименованию отделов. Я так понимаю, что они учтены в новом проекте решения. Были даны ответы о том, как мы видим и где будут находиться эти территориальные подразделения. Ну и кроме того, принципиально было предложение о том, чтобы соединить территориальные отделы совхоза имени Ленина и развилка в единой в связи с историзмом. Это не вызвало никаких у меня противоречий с точки зрения экономики, с точки зрения управленческого функционала. Поэтому вот это доработанное решение выносится сегодня на рассмотрение Совета депутатов. Решение было принято большинством голосов. Другой важный пункт повестки – освобождение от земельного налога владельцев коммерческой недвижимости, снизивших арендную плату для предпринимателей, чей бизнес пострадал в условиях пандемии коронавируса. Освобождаются от уплаты земельного налога организации, на балансе которых учтены здания или помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров, комплексов, а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, далее объекты недвижимости, при условии снижения данными организациями всем арендаторам помещений и площадей, деятельность которых приостановлена в соответствии с постановлением губернатора Московской области. Кроме того, арендаторы недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, получат отсрочку по арендной плате. Арендатор сможет погасить накопившуюся задолженность по арендной плате в течение двух лет, поэтапно, не чаще одного раза в месяц с равными платежами, которые не могут превышать 50% от ежемесячной арендной платы. При этом ему предоставляется возможность при наличии финансовых ресурсов данную задолженность погасить единовременно. Данные льготы будут действовать минимум 4 месяца – с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности. Решение было принято единогласно. Такие действия властей продиктованы нынешними реалиями и позволят улучшить экономический климат на территории муниципалитета. Сегодня также принято достаточно знаковое решение Советом депутатов в части отмены земельного налога арендодателям, которые пошли на уступки малому и среднему бизнесу и снизили свои арендные платежи не менее чем на 50%. Также мы приняли сегодня решение по отсрочке арендных платежей за муниципальное имущество. Чтобы получить льготы, предприниматели должны подать заявление в администрацию округа. После завершения заседания был поднят вопрос о неучастии в работе Совета депутатов некоторых народных избранников. Было принято решение направить запрос в комиссию по этике о причинах их отсутствия. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Неожиданный подарок к 75-летию победы получил Валерий Мосин, известный многим не только в Ленинском городском округе, но и по всей России человек, многолетний председатель комиссии Мотобола Мотоциклетной Федерации России. Лет 50 я ее не видел, но знал, что она где-то есть. Не мог же отец ее выбросить. И вот она нашлась в таком вот, видите, рулончике вот в этом. Эта маленькая вещица, которую с волнением показывает Валерий Александрович Мосин, ничто иное, как солдатский медальон. Они были введены в 1941 году в Красной Армии для определения личности бойцов. Этот отец Валерия Александровича получил на третий день после начала войны. Здесь надпись «Мосин Александр А. 25-го, 6-го, 41-го года». Историю рода в семье Мосиных бережно хранят. Отец Валерия Александровича – Александр Михайлович из Воронежской области. Мать Елена Сергеевна – из подмосковного Нарафаминска. Познакомились они во время Великой Отечественной войны, где оба служили в войсках связи. Все крестьяне, никаких у нас нет корней таких, чтобы выдающихся. Крестьяне землю пахали. Мать с отцом вот в 1944 году поженились, в 1946-м родился я. А мне судьба как-то улыбнулась из простого парнишки дорасти до таких серьезных названий. Действительно, Валерий Мосин начинал свой трудовой путь инструктором ДСААФ, а на пенсию ушел с поста председателя Комиссии Мотоциклетной Федерации России. Огромный вклад он внес в развитие мотобола, возглавив в 1975 году сборную СССР, которая уже через год выиграла чемпионат Европы во французском Ульгате. Эта история, конечно, счастливая для меня, как для молодого человека, в 1975 году возглавить сборную и с ней попасть на чемпионат Европы в такую обстановку, почему Францию, Ла-Манш и все это такое. Ну, голова не закружилась, слава богу, и много лет я до 95-го был в составе сборной. Все эти годы Валерий Михайлович бережно хранил боевые медали отца, среди которых ордена Красной Звезды Отечественной войны, медали за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией. Но помнил и о небольшом черном пенале, куда был вложен пергамент с анкетными данными сержанта Мосина. Я отца спрашиваю, отец, а где эта штука, вот, штучка, он говорит, да где-то здесь валяется. Причем-то несколько раз было. Я забыл, отец умер, и я, значит, вспоминал, думаю, надо же, надо где-то поискать среди его вещей на квартире видном. Искали, ничего не нашли. Александр Михайлович Мосин ушел из жизни в 1993 году. Он увлекался электроникой и в подвале дома в деревне Богданиха осталось немало радиодеталей. Их и решил Валерий Михайлович отдать любому желающему. Я дал объявление в чат нашей деревни. Пришли два парня. Говорят, ну мы заберем там, что нам нужно. И забрали. И ушли. А через полчаса они говорят, что вот еще одна, третий человек есть, он нашел эту вещь. Среди радиодеталей. Может, она вам нужна. Я взял, у меня сердце оборвалось. Я искал ее, и вот наконец-то она нашлась. Медальон отца для Валерия Александровича маленький, но очень важный кусочек памяти об отце и его боевом подвиге. И особенно он рад тому, что и молодое поколение понимает важность и ценность таких вещей. Я очень благодарен ребятам, которые нашли. Они оказались умными ребятами. Вообще, я даже не ожидал того, что еще у людей есть вот память об этом чем-то подобном. И понимание того, что эта вещь для нашей семьи очень много значило. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Среди множества самых разнообразных рубрик, которые Центральная библиотека предлагает своим читателям в режиме онлайн, есть одна, которая заслуживает особого внимания. Это рубрика «Персона недели». О том, кто уже был ее героем и кого в гости к себе ждет ее ведущая, Марина Андрианова, в нашем сюжете. Недостаток общения в период самоизоляции навел сотрудника Центральной библиотеки Марину Андрианову на мысль о создании рубрики «Персона недели». В былые времена гостями в библиотеке часто становились известные люди – писатели, актеры, музыканты. Участники встреч могли задавать им вопросы. И такие беседы получались интересными и продуктивными. Онлайн-встречи получаются не менее яркими. Люди приходят к нам в прямой эфир. Причем совершенно разные направленности мы выбрали. То есть у нас были уже и научные сотрудники, флористы, гидопереводчики, художники. В том числе и те художники, которые у нас уже проводили выставки в библиотеке. Марина Андрианова старается найти героев, с которыми будет интересно общаться. И что не менее важно, актуально. Так в онлайн-студии появилась психолог Ольга Каширская. Сейчас такое непростое время, период самоизоляции. И люди, конечно, иногда загнаны немножко в тупик. Общение с семьей такой плотной, с детьми. Встречи проводятся в прямом эфире. Но те, кто не может в назначенный час пообщаться с героем рубрики, может посмотреть эфир в ленте Инстаграм. Некоторые гости приходят в студию несколько раз. Так случилось с руководителем актерской школы «Волна» Алексеем Мельниковым. Скажи-ка ты мне, пожалуйста, а много у вас таких болтливых ребят, как я, у которых просят продолжение эфира? Еще одна знаковая встреча прошла с гидом-переводчиком Екатериной Барсуковой, которая не просто рассказала зрителям об одном из красивейших городов России – Оренбурге. Участники виртуальной экскурсии, можно сказать, оказались в этом городе. Она нас привезла в центр города Оренбурга и показала такие самые знаковые объекты центральной площади города. Это было очень увлекательно, то есть это было необычно, и это было сделано в таком новом абсолютно формате. У ведущей рубрики «Персона недели» Марина Андрианова встречи расписаны надолго вперед, и уже готовятся новые. Мы ведем переговоры с Государственной российской библиотекой, знаменитая библиотека имени Ленина. И если библиотека Ленина выйдет с нами в прямой эфир, это будет еще что-то новое, потому что вообще взаимосвязь между библиотеками достаточно любопытна, какой-то опыт подчеркнуть. И любопытным по жизни ведновчанам, считает Марина Алексеевна, тоже будет интересна эта встреча. Татьяна Брылова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи.